Не знаете, чем удивить гостей в новогоднюю ночь? Поставьте на праздничный стол тарталетки по фирменному рецепту финалистки шестого сезона проекта «Мастер-шеф» Кати Песковой. Она у меня в гостях. Встречайте. Катюшенька, здравствуй. Ты одержала очередную победу, пробилась в финал. Остался последний рывок. Мы все готовимся к празднику. Хочется, чтобы блюда были самыми вкусными и самыми красивыми. Будем делать одну сладкую тарталетку на основе морковного мусса, а вторую будем делать соленую тарталетку с тунцом и с яйцами. Все считают, что тарталетки это что-то очень простое, неинтересное. Когда я познакомилась с судьбами, я принесла тарталетки. Я смогла их удивить. Вкусно? Я сегодня покажу, что можно самыми простыми ингредиентами делать просто что-то незабываемое для новогоднего стола. Мы начнем готовить тесто для обеих тарталеток. Для сладкой тарталетки нам понадобится 250 грамм муки, 150 грамм масла, одно яйцо и 95 грамм сахарной пудры. Для соленой тарталетки все то же самое, только без сахара. Прелестно. Начну со сладкой тарталетки. Мы сначала закидываем сухие ингредиенты, потом добавляем масло. Для того, чтобы замесить прекрасное песочное тесто, мы воспользуемся К-насадкой в нашей кухонной машине. Быстро и без усилий с нашей стороны, она справится с работой. Тесто получится идеальной консистенции, а мы можем регулировать процесс с помощью специальной ручки переключения скоростей и таким образом сэкономим время. Асмик серьезная соперница, да? На протяжении всего мастер-шефа я вот считала, что моя самая главная соперница это я, это мой страх. Ну и чуть-чуть Асмик. А самое интересное получилось, что мы все 4 месяца на проекте жили с Асмик в одной комнате. Знаете, все тайны друг друга. Да, все тайны, слабые, сильные стороны. Вот такая вот должна получиться крошка. Добавлю яйца. Получилось такое тесто идеальной консистенции. У тебя впереди самое сложное, финал. А если вспоминать мастер-шеф, какой конкурс для тебя оказался самым страшным? Мне было страшно, когда я заходила в черную комнату. Реально, мне было очень страшно. Потом был конкурс, когда реально было очень-при-очень страшно, когда были змеи. Но я справилась, я попросила Руслана, чтобы он убил мне змею. Ради Кати, Пескова. Всегда в рецепте есть определенное количество муки. И хозяйки любят досыпать еще муки. Чтобы не прилипало. Да, это всегда нарушает рецептуру на самом деле. Поэтому я использую пергамент. Оно не прилипает и вообще прекрасно раскатывается. Я ставлю его в холодильник. Теперь мы замешиваем тесто для соленых тарталеток. И включаем. Чья поддержка для тебя важнее всего? Моих близких, моей мамы. Потому что я же когда шла на шоу, меня не верили мои родители. Я хочу печь торты. Ну что, мама мне сказала, о боже. Не для этого я рожала свою дочь, чтобы она пирожки на кухне пекла. А до этого были истории, что вы даже не общались из-за того, что ты хочешь заниматься кулинарией. Да, это правда. И не только мама. Да и папа как бы, они все были против. И потом я сказала, ах, вы в меня не верите. Ну все, сейчас я вам докажу. Получилось вот такое тесто идеальной консистенции. Все, тесто готово второе. Я его отправляю в холодильник тоже примерно на 20 минут. Дальше мы делаем мусс для сладкой тарталетки. Наденька, сможете мне мелко-мелко порезать морковь? Да, конечно же. Нам нужно замочить 3 грамма желатина, 175 грамм сливок жирных, обязательно кондитерские 33%, 40 грамм сахара и добавляем морковочку и еще чуть-чуть корицы. Сварим это пюре. А мы что будем делать? Декор. Аккуратненько срезаю полосочки. Мы их потом закарамелизируем. Из простых продуктов получается очень необычное блюдо. Наше тесто уже как раз остыло. И мы можем начинать формировать тарталеты. Мы сделаем две сладкие и две соленые. Да. Для того, чтобы края были очень ровные, вот это вот мы лишнее срезаем. А, и мы сделаем бортики, да? Да. Тем временем нужно разогреть духовку на 160 градусов. Есть. Чтобы были ровные борта. Нужно вот так вот аккуратно срезать ножом. Даже можно их между собой разделить. Как говорят на кухне, не ты должен крутиться вокруг теста или вокруг досточки, а то, что ты готовишь, должно крутиться вокруг тебя. Сейчас пока не буду откреплять это от формы, я отправлю ее в холодильник, а тем временем вторую сделаем, да, соленую? А можно я попробую сделать? Да. А я тем временем тогда закарамелизирую морковку. Я поставлю сотейник, добавлю туда чуть-чуть маслечка, сахар. Получается, Наденька? Да, вроде бы получается. Мне кажется, даже лучше, чем у меня. Вряд ли, конечно, лучше, чем у тебя, но спасибо, что ты так добра ко мне. Мне нужно сделать желе, 150 грамм морковного сока, закипятить, мне нужно взбить крем, я добавляю кондитерские сливки, чуть-чуть лимонной цедры. Катюша, это, наверное, очень странное ощущение, когда долгое время в лагере мастер-шеф находилось много людей, и вот вы только вдвоем. Не с кем поругаться. Я еще говорила, Асминь, если мы с тобой дойдем до финала, то мы должны срочно разъехаться из комнат. Конечно. Потому что, ну, как мы будем жить? Вот, у меня готово сливочное масло с сахаром, добавляю сюда морковь. И кого же тебе больше всего не хватает из участников проекта? Ой, Руслана. Вот как кошка с собакой, были, а теперь не хватает. Мужского внимания не хватает. Да, я помню, как ты отреагировала на появление девушки Руслана. Я мама Руслана. Очень приятно. А это Руслана девочка, подруга его, да? Подруга, да. То, что девушка представилась девушкой, это хорошо, конкуренция возрастает. Не переживаете, что много поклонниц появится у него после проекта? Пусть появляются, это всегда хорошо. Руслана никогда нам не рассказывала, что у него есть девушка. Ну, потому что он ухлестывал потихоньку за всеми участницами проекта. Да, он и ухаживал, все, а тут такой, он говорит, нет, это не моя девушка, это моя подруга. Долго мы будем карамелизировать? Она должна стать аль денте, очень красивого карамельного цвета. Да, украшения у нас уже есть. А тарталетки чего мы не печем? Кстати, оп. Идеально. Ты соленое тесто от сладкого по виду отличишь? Отличу. И отправляем в духовку, разогретую до 160 градусов. Будем выпекать 20 минут. У меня закипел морковный сок. Добавляю агар-агар. Три грамма перемешиваю и ставлю на огонь. Закипел морковный фреш. Мне его только быстренько нужно снять с огня, вылить в квадратную форму. И у нас есть как раз минутка, чтобы кофе выпить. Угощайся, пожалуйста. Ой, класс, спасибо. Нес кафе классик. Усовершенствованная обработка кофейных зерен. Сливки у нас готовы. У нас еще 15 минут будут запекаться тарталетки. К этому времени охладятся сливки и будет готов морковный мусс. Мы сделаем начинку для соленой тарталетки. Наденька нарежет яйца очень мелко. Я потру сыр. Делаю я заливку. Добавляю сливки. На 100 грамм сливок нужно одно яйцо. До финала дошли две красотки, талантливые кулинарки. И битва будет, конечно, серьезной. И вдруг так получится, что Асмик победит. Что ты испытаешь в этот момент? Мы обе достойны победить. Естественно, это нормальное желание, что мне хочется победить. В финале всегда ждут сюрпризы и неожиданности. Поэтому мы, конечно, все с нетерпением будем наблюдать за тем, кто же станет победителем. У нас готовы сливки, морковь, сахар и корица. Снова для нашего мусса. Мы растопим шоколад. И я ставлю все перебиваться. Получилось идеальное морковное пюре. Тем временем мы растопили белый шоколад. Давай сюда шоколад перельем. Сюда же мы добавляем желатин, который был заранее замочен. И выливаем морковное пюре. Мы отправляем в холодильник. Давайте достанем тарталетки из духовки, чтобы они остывали. Как раз прошло 20 минут. Достаем из духовки и сразу на задний стол остывать. Я закручиваю рулетики, а ты можешь уже наполнять тарталетки? Я начну с соленой, потому что нам еще ее нужно выпечь. Делаем начинку. Вот, у нас тут есть тунец. Добавляем яички, насыпаем сыр. Все, дальше начинку. Заливаю это все заливкой. И мы отправляем в духовку. На минут 10. Формируем сладкую тарталетку. Я беру мусс из холодильника. Наполняем доверху. Теперь мы добавляем сливки. Они у нас в кондитерском мешке уже там остыли. Да, добавляем крем. А я пока нарежу желе. Бросает сюда. Добавляем морковные цветочки. И вот тарталетка сладкая готова. Кстати, соленая тоже допеклась, и очень скоро мы будем пробовать. Я сейчас напомню, как мы готовили два вида тарталеток. Для приготовления сладкой тарталетки возьмите муку, сахарную пудру, сливочное масло, соль, яйца. Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте масло и вымешайте до состояния крошки. Затем введите яйцо и замесите тесто. Раскатайте между двумя листами пергамента, отправьте в холодильник. Когда тесто остынет, сформируйте тарталетки, охладите, выпекайте 20 минут при температуре 160 градусов. Приготовьте мусс на основе моркови. Возьмите желатин, сливки, морковь, сахар, корицу, белый шоколад. Замочите желатин, сварите морковное пюре на основе сливок. Измельчите до однородной консистенции. Вылейте пюре в растопленный шоколад с желатином. Все перемешайте и остудите. Приготовьте крем из взбитых кондитерских сливок. Для приготовления желе из морковного сока вам понадобится морковный фреш, сахар и агар-агар. Сок доведите до кипения, добавьте агар-агар, оставьте застывать. Готовое желе нарежьте кубиком для декора. Сформируйте тарталетку из всех подготовленных ингредиентов. Для приготовления соленой тарталетки возьмите муку, сливочное масло, соль, яйцо. Смешайте все ингредиенты, замесите тесто. Раскатайте между двумя слоями пергамента, охладите. Из остывшего теста сформируйте тарталетки. Выпекайте 20 минут при температуре 160 градусов. Для начинки возьмите вареные яйца, консервированный тунец, сыр. Яйца измельчите, смешайте с тунцом. Приготовьте заливку. Возьмите сливки, яйца, соль и перец. Смешайте все ингредиенты. В тарталетку выложите натертый сыр, затем начинку и заливку. Выпекайте еще 10 минут при температуре 160 градусов. Тарталетки получились великолепные, так и просится на праздничный стол. А теперь время насладиться твоими кулинарными шедеврами. С соленой начинкой. Тесто изумительное. Рассыпчатое, нежное. Как так быстро проживать. На самом деле, хотела себя удивить. Тебе это удалось. Ну как? Морковка еще никогда не была такой вкусной. Обязательно приготовьте на праздник. Редактор субтитров А.Семкин